Здравствуйте, друзья! Вы смотрите творческий канал Ольги Мишиной. И мы сегодня с вами нарисуем очень милый, симпатичный рисунок к Новому году. Его можно поставить в рамочку на новогодний стол как украшение. Можно сделать из этого рисунка открытку. У нас будет медвежонок белый, который даже одел оленьи рога, взял в руки елочку, повязал шарфик и отправился праздновать Новый год. Сначала наметим рамочку в совершенно свободном виде, пусть она будет неровная. Это придаст даже особое очарование рисунку. Теперь рисуем Мишку. У Мишки вот такая голова, круглые ушки. Надо делать круглые, иначе будет похоже на котика. Я уже так пыталась сделать. Повязан вокруг шейки шарфик. Носик у Мишки с беленьким бликом. Ротик. Глазки. Ручки вот так рисуем. В ручках он будет держать елочку. Этот рисунок приятно рисовать и взрослым, и детям. Вот такие немножко косолапые ножки. В лапках Мишка держит елочку. Ещё один уголочек шарфика. Коготки на лапках. И на этих лапках. Можно рисовать, нам вообще потребуется акварель, баночка белой гуаши. И у кого что есть, или цветные карандаши, или фломастеры. Можно рисовать вообще одними цветными карандашами. Чем этот рисунок хорош, Мишка-то у нас белый, много закрашивать не надо. А вот почему Мишка одел оленьи рога. Потому что все любят оленей Деда Мороза или Санта-Клауса. Они приводят Деда Мороза. И самый популярный маскарадный костюм на Новый год – это рога оленя. Мишка тоже нарядился. Сейчас оставим место для кисточек на шарфике. Значит, теперь голубой гуашью закрашиваем такое вечернее небо. Слегка не выходя за рамочку. Кисточкой в свободном стиле. Ребята, подписывайтесь и взрослые на мой канал. У меня очень много интересного. Все, как вы видите, посильное для вас. Расскажите о моем канале друзьям. Смотрите его. У меня очень много поделок интересных. И для взрослых, для украшения дома. И для детей. Много вам в школе пригодится. А что самое приятное – многие вещи можно делать вместе. Дети и родители. Немножко заехало на рожку. Ничего. Сейчас я лучше уберу. Как убираем акварель? Кисточку моем, отжимаем и промокаем, как промокашкой. Вот эта неровная рамочка, да, она вот слегка похожа, даже я бы сказала, как будто сбоку сугроб какой-то. Может даже вот так волнистую ее сделать, кто захочет. И еще то, что рога у нас немножко выходят за рамочку, это тоже как будто небольшое украшение для нашей картинки. Можно и без рамочки рисовать. Так, нарисовали. Теперь нарисуем стволы елочки. Игрушки разноцветные на елочке. Места не очень много, пусть это будут шарики. Красненькие и желтенькие. Зеленым кардашом или фломастером раскрасим вокруг шариков елочку. Глазки мишки я захотела сделать карри. Вот я только что увидела, что я одно место не докрасила. Вот здесь, между кончиками шарфика. Так, теперь красным, ой, взяла зеленый. Красным фломастером раскрасим рога. На самом деле у оленей, конечно, не красные рога, но почему-то в маскарадных костюмах чаще всего их делают алыми. Это же немножко у нас мультяшный мишка. Наверное, из-за того, что красный цвет очень нарядный. Теперь будем раскрашивать шарфик. Я беру сразу красный, оранжевый цвет. Четыре фломастера не поместятся. Вот такой елочкой. Так, здесь будет оранжевый, желтый, зеленый. Посмотрим, как получится. Можно просто полосочками. Я вот зубчиками, или как елочкой называю. Рядом оранжевый. Еще рядом желтенький. Так, авария. Куда-то делся желтенький. Все, нашелся фломастер, закатился. Какой яркий шарфик получается. И в промежутках зелененький. Нет, возьму другой фломастер. Чуть-чуть потемнее. Помните, да, вам можно карандашами раскрашивать. Я решила сделать зеленые кисточки. Теперь немножечко шерстку у мишки обозначим. Вот такими небольшими штрихами серого цвета. Карандашом можно делать. Вот внутри ушки я захотела сделать розовым. На мордочке тоже, только штрихи немножко по-другому пойдут. И теперь нам нужна белая гуашь, чтобы тоненькой кисточкой поставить снежинки на нашем фоне. Вот так быстренько рисунок у нас закончен. Очень нарядный, красивый получился. Успехов вам, друзья! Не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал.